Два десятка спецмашин и 30 человек строят дорогу, соединяя Алнаш из деревни Шадрасак-Кебья. Шесть километров сложного рельефа выравнивают уже три месяца. Хозяйству Колос дорожные работы очень мешают. Сейчас активная фаза уборочная, плюс ежедневно нужно сдавать молоко. Но селяне готовы терпеть, лишь бы дорогу сделали. Каждый работник тоже, наверное, волнуется, когда у него ребенок на школьном автобусе едет. Мало ли, в Кювет уйдет или еще что-нибудь. То есть такая была страшная дорога? Да, страшная дорога была. Глина, сено и глина. В прошлом году дорогу между деревнями Лели и Шадрасак-Кебья признали аварийной и внесли в список непроезжих. В межсезонье от нее зависела жизнь почти 700 человек. Как идут работы, сегодня контролирует председатель правительства. Какие есть и есть ли проблемы. Потому что, чтобы не получилось так, что через 2 или 3 недели мы вдруг обнаружили, что мы не в графике, потому что мы не предприняли тех или иных мер. Алнашские дорожники признаются, идут в графике, но объект сложный. Поменять нужно 14 водопропускных труб, обустроить два десятка съездов, в деревне сделать тротуары и разворотное кольцо для транспорта. Впервые здесь используют новые технологии. На грейдере мы используем 3D-моделирование. У нас стоит установка 3D. Мы забиваем электронные точки, координаты по высоте, в плане. И у нас грейдер идет. И, грубо говоря, нож сам в 3D-проекте работает, отчасти исключая человеческий фактор. А еще здесь будет асфальт. Впервые за все время существования дороги. Мы этим гордимся. Как раз мы здесь используем наши материалы. Там, двигаясь по дороге, вы видели, что мы как раз производили замену щебня, который значительно дешевле. Эта дорога обошлась в 130 миллионов рублей. Срок сдачи – конец сентября. Благодаря экономии, при проектировании и использовании местных материалов, в этом году отремонтируют 8 участков из списка непроезжих. Сейчас в нем 62 дороги. Нормативные состояния для того, чтобы обеспечить проезд, будут обеспечены в этом году все. Это наша самая главная задача, которую поставил глава. А до 2020 года либо это методом стабилизации грунтов, как, например, Болезино-Сергина, либо это ремонт дорог. Самый большой – это ремонт дорог. Порядка 500 миллионов рублей. 148 километров будет сделано в следующем году. На восстановление непроезжих дорог в следующем году будет выделено более полутора миллиардов рублей.